Нет, горячей войны, на мой взгляд, не будет. Человечество не настолько глупо, чтобы допускать горячую войну. Те времена уже закончились. Сейчас достаточно большой арсенал такой войны из-под тяжка. Сейчас никто не готов драться до конца. Никто не готов, не может драться до конца. И никто не выдержит такого серьезного напряжения. Поэтому, конечно же, вот такая большая война, она вряд ли возможна. И я очень надеюсь, что ее не будет. Россия настолько мощная держава, что если бы она хотела ввязаться в эту историю по полной программе, она бы уже давно ввязалась. И в феврале бы уже начались какие-то военные действия со стороны России. Но мы настолько тепло, я уверена, все мои знакомые, все с болью относятся к этой ситуации. У всех настолько переплетены семьи Украина, Россия. И закрыть глаза на это невозможно. И мы за них переживаем, как будто действительно братья и сестры там находятся, вот просто попали под раздачу. Как я понимаю, Россия готова к тому, о чем мы сейчас говорим, применить свою мощь. Но я думаю, это крайняя мера, которая не очень популярна на самом деле. И среди населения и нашего, и соседних государств. Но с ним уже есть предел, наверное. И когда тебя бьют по лицу, раз, два, три, четыре, сколько можно терпеть? Наверное, терпение когда-то кончается. Вне всякого сомнения, Россия не должна оставаться в изоляции и должна сосуществовать мирно. А лучше, если с любовью и нежностью с другими странами.